С введением третьего этапа снятия ограничений в республике открылись плавательные бассейны и водоемы. Чтобы купальный сезон радовал целое лето, необходимо соблюдать правила безопасности на воде как взрослым, так и детям. Алибаташев расскажет о том, как не навредить своему здоровью и успешно провести отпуск или каникулы. Купание в летней зной любят и взрослые, и дети. Многие мальчишки и девчонки приходят на пляж без родителей. И часто о правилах безопасности на воде они узнают из памяток, которые раздают им сотрудники МЧС. Мы не купаемся в местах запрещенных и неизвестных нам, то есть для того, чтобы не попасть в какой-нибудь водоворот, удариться там о корягу, повредить ноги. Мы следим за детьми, когда находимся на водоеме. Мы не подаем ложных сигналов о помощи. Мы не употребляем спиртные напитки. То есть это основные правила, которые необходимы для безопасного поведения на воде. Некоторых юных любителей плавания не останавливает даже непогода. Когда небо содрогается от грома и проходящий ливень побуждает многих покинуть пляж, отдельные отчаянные пловцы продолжают нырять и купаться. Нахождение в воде сопряжено с риском для жизни, а экстремальные условия увеличивают опасность, будь то жара или дождь, говорят спасатели. Вроде бы отдыхаем, но мы находимся в среде, которая опасна, которая не предназначена для нашей жизни. Мы в ней можем находиться только кратковременно. А вот в жаркую погоду, если мы очень быстро войдем в водоем, у нас может произойти мышечный спазм. Очень резко меняется температура тела, то есть нагрузка на организм, на сердечно-судистую систему. Что касается дождливой или ветреной погоды, здесь может быть удар молнии, здесь может быть потеря видимости. То есть вас ослепило ветром, бросило в глаза какой-нибудь пакет, мусор, песок. То есть купаться нужно в определенных местах и в хорошую погоду. В погоду, предназначенную для этого, а не в экстремальных условиях. Мы же все-таки отдыхаем, а не занимаемся экстремальным видом спорта. Вопрос обеспечения детской безопасности на водоемах республики по-прежнему остается острым. У нас очень серьезные водоемы, у нас горные реки с быстрым течением. Поэтому, если вы отдыхаете на берегу водоема с детьми, дети должны быть под постоянным контролем. За ними необходимо постоянно смотреть, потому что обрывистый берег, быстрое течение. Здесь буквально недалеко до беды. Поэтому, товарищи взрослые, если вы находитесь на берегу горной речки с детьми, будьте добры внимательно следить за ними. Но опасность состоится даже вот в водоеме с устоячей водой. То есть вот на нашем зеленом острове очень много детей приходит без сопровождения взрослых. Спасатели делают замечания, спасатели делают постоянные объявления. Но ребенок, который не контролируется взрослыми, значит он на это обращает очень мало внимания и подвергает свою жизнь опасности. МЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой несчастного случая. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия.